Люди имеют по 3000, по 5000 подписчиков, и для них это иллюзия, что он находится в социуме. Какой бы сложной и раритетной вещь ни была, если ее физическая усталость налицо, то это серьезный повод отказаться от использования. Увы. Главное, что должен каждый человек, это воплотить свои мечты о путешествиях в жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Я черпаю идеи. Что еще можно сделать со своей жизнью? Интересная мысль. Это такой доступ к информации. А если ты понимаешь, что это обманка? А я понимаю, что это обманка. Это же идея, я все равно сделаю по-другому. Витает воздухи. Я все равно сделаю по-другому. Девочки, у вас как? А я вдохновляюсь интересными людьми, смотря за их жизнью, потому что они ведут такой интенсивный образ жизни, что не может не радовать. Ну, социальные сети — это действительно море идей каких-то и вдохновления. И иногда это нужно использовать для собственной мотивации. Все, по-моему, хотят казаться лучше, чем они. Все правильно такие. А ты что чувствуешь? Ну, это по-разному. Знаешь, есть какие-то вещи, которые меня совершенно не цепляют. Просто я-то завидую не каким-то атрибутам внешнего успеха. Мне вот иногда меня цепляет, когда человек делает то, что я сама хотела бы сделать, допустим. Или там обладает талантом, каким я хотела бы обладать. Вот. Но так или иначе, мы все равно все пытаемся казаться лучше в соцсетях. Безусловно. Мы такие фильтры используем. Хорошие фотографии. Фильтры наши, все. Почему это происходит? Зачем нам это? Почему для нас это так важно? Давайте сегодня постараемся это обсудить. Очень актуально. Конечно. Поехали тогда. Здравствуйте. Это телепроект «Одеть надежду», где мы оказываем скорую помощь вашему гардеробу и вашей самооценке. Недовольны собой? Отражение в зеркале не радует? Настроение от него портится? Хочется каких-то перемен? Уверяем вас, измениться совсем нетрудно. Сперва нужно начать относиться к себе с пониманием и перестать выискивать несуществующие дефекты. Потом, например, имеет смысл пересмотреть весь свой гардероб. Все, что нравится ей к лицу держать поближе, а все, что не приносит радости или вовсе раздражает, нет, не вынести на помойку. Давайте относиться бережно к людским и природным ресурсам, не говоря уже о деньгах, в пылу шоппинг-лихорадки, потраченных на эту вещь. Человечество, знаете ли, много лет назад придумало апсайклинг. Возможно, этого слова тогда еще не существовало, но явление точно было. Давать вещам вторую жизнь люди умели давно, а сейчас это направление вызывает стабильный интерес даже у именитых модельеров. И мы тоже его всячески продвигаем, а помогают нам в этом молодые дизайнеры. А еще в этой студии рассуждаем о моде, стиле, психологии и можем с уверенностью хоть сто раз подряд сказать – каждая женщина прекрасна. Не верите? А вот увидите. Меня зовут Анна Тух, и сегодня со мной в студии. Стилист проекта «Одеть надежду», мастер функционального гардероба, имиджмейкер Виктория Клочкова. Психотерапевт Максим Дубовец. Студентки третьего курса кафедры дизайн-костюма Омского государственного технического университета, будущие дизайнеры Алина Грабежева и Маргарита Савченко. Она построила дом, посадила дерево и не только. Родила сына, даже не одного. Открыла мир для себя и теперь открывает его для всех желающих. Знакомимся с нашей сегодняшней героиней. Меня зовут Ирина, мне 46 лет. Я замужем. У нас трое детей с мужем. Ирина – наша коллега. Окончила факультет журналистики в университете и 12 лет работала на телевидении. Однажды они с мужем поехали в свое первое большое путешествие. И по возвращении Ирина поняла – жить как раньше она уже не может. И вот уже полтора десятка лет существует туристическая фирма, которую наша героиня построила с нуля и в которой является владельцем и руководителем. Туризм – дело очень непростое. Сил и энергии забирает много. Восполнить утраченное Ирине помогают многочисленные увлечения. Я раскладываю психотерапевтическое таро, толкую сны, танцую, фотографирую, занимаюсь спортом, плаваю. За всеми этими многочисленными увлечениями и ежедневной работой Ирина как-то позабыла о себе. Упустила из виду, что ее внешний гардероб уже не справляется с теми задачами, которые приходится решать каждый день. Следить за модными трендами времени не хватает катастрофически, и наша героиня решила доверить формирование своего нового стиля нам. Для Ирины это большой шаг, ведь она привыкла все и вся контролировать, хоть и изрядно устала от этого. С одной стороны, мне периодически хочется снять с себя лишнюю ответственность за сотрудников, семью, кошек, собак и так далее. И меньше контролировать, с другой стороны, я все время скатываюсь в две крайности, то совсем ничего не контролирую. Я начинаю контролировать слишком много и брать слишком много ответственности, перегружать себя. И вот это то, что постоянно балансируется. У Ирины много поводов гордиться собой. У нее прекрасная семья и потрясающие дети, собственный бизнес. А еще животные, спасенные из приюта, деревья, посаженные своими руками, цветы, которые она впервые посадила в своем саду. Для полного счастья не хватает сущей мелочи. Небольших внешних изменений. Или все-таки больших. Хочется быть уверенной в себе, спокойной, в гармонии. С другой стороны, хочется немножко быть и дерзкой, и яркой, разной. Я думаю, что мне понравится все. Но у меня есть сестра, очень строгая к одежде. И если она посмотрит, скажет, Ира, это колхоз, вот это будет разочарование. Для меня участие в проекте, конечно, это приключение и какое-то новое яркое событие в моей жизни. Я его ждала и с интересом погружаюсь в это. Мне очень интересно, что будет дальше. Итак, встречайте, Ирина Бондарева. Ира, здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Я уверена, что ты не волнуешься. Все-таки у тебя есть опыт работы на телевидении. Нет, ну немножко волнуюсь, конечно. Ну, волноваться не нужно. Будем говорить о вещах хорошо тебе знакомых. Для начала хочу восхититься тем, сколько ты всего успеваешь. Потому что у тебя большое домашнее хозяйство, у тебя семья, у тебя бизнес, у тебя хобби. И хочется спросить, вот откуда ты берешь время и как ты это все разруливаешь? Я все тщательно планирую. Ежедневники у меня записано с утра до ночи. Все, я это компоную, меняю местами, но, по крайней мере, это позволяет мне не упустить что-то из виду. Ну вот, ты знаешь, есть люди, у которых вообще нет никакого хобби. А у тебя при всей твоей насыщенной жизни еще и вот разнообразные увлечения. Скажи, пожалуйста, вот зачем тебе столько всего интересного? У меня огромный интерес, я не знаю, куда его девать. То есть все, что мне интересно, мне хочется сейчас в этой жизни здесь воплотить, попробовать. Вот прямо хочется во все успеть попасть? Нет, не во все. Есть темы, к которым я совершенно равнодушна. Я в них даже и не иду. И они не отнимают мое время. А скажи, пожалуйста, тебе важна обратная связь от людей, с которыми ты общаешься в рамках своих хобби, для которых ты устраиваешь там киноклубы, какие-то дискуссии, с которыми ты делаешь расклады? Ну, конечно, меня воодушевляет, когда удалось что-то нам в совместном или работе, или в общении что-то сдвинуть у человека. Вообще я считаю своей миссией открывать, помогать людям выходить за какие-то рамки, за границы, городов, стран, своих каких-то убеждений, предрассудков. Кажется, это очень здорово. А если представить ситуацию, что у тебя не будет возможности заниматься всеми твоими многочисленными хобби, вот что ты при этом будешь чувствовать? Я исследователь. Если у меня нет возможности исследовать какие-то новые страны, места, можно исследовать же внутренний мир. Угу. Скучно не будет никогда, даже если меня посадить в одиночную камеру. Я на этом чем заняться? Интересно. Не надо в одиночную камеру. Не надо, конечно. Наказание. Но просто если представить, что действительно нет ничего такого привычного, ты найдешь что-то новое. Однозначно. А ты пользуешься соцсетями, как и многие, и скажи, пожалуйста, вот для тебя важно создавать красивую картинку и создавать впечатление такой насыщенной красивой жизни? Почему-то последний год я вообще от этого ушла. Не знаю, это проблема или это хорошо. Если раньше я старалась там везде, где я была, там, показать, где я была, куда я ходила или что я делаю, то сейчас я даже перестала фотографировать, что для меня вообще очень странно. И выкладывать совсем почти перестала. Я не знаю, о чем это говорит. Вы интерес потеряли? Да. Вот интерес именно всем рассказывать, как я живу, чем живу, он как-то ослаб. Вы только для себя живете, не говоря другим людям. Может быть, ты сейчас и утратила этот интерес, возможно, он когда-нибудь к тебе снова вернется. Время, может быть, да. Но есть люди, для которых это вот основа. Каждый шаг, каждый вздох, каждый чих выложить в как можно более красивом виде, чтобы у людей, которые вот за этим следят, обязательно появилось такое неприятное чувство, да, Максим? Что они чего-то упускают в жизни, что вот у кого-то вот столько хорошего, а у меня какая-то серая скучная рутина. Вот откуда это чувство берется? Можно? Вот мне показалось сейчас, не перебывая вас, что когда вот, например, операторы знают, когда они снимают, они по сути в самом процессе не участвуют. Вот вот ты пришел на концерт, ты его снимаешь, ты там не был. И это то же самое, если ты всю свою жизнь стараешься сделать из нее красивую картинку, ты внутри события не побывал глубоко, и оно как бы мимо тебя прошло. То есть те люди, которые будут смотреть на твою картинку, они, возможно, даже больше поучаствуют, чем ты сам. И хочется все-таки вернуться к вопросу, ну для чего нам, вот откуда берутся эти чувства, что мы не так интересно живем, как все остальные? На самом деле это очень древний вопрос. Нам требуется вот эта стая, в которой мы живем. Когда у человека не хватает реализации собственных каких-то потребностей, он, в том числе потребности в социализации, начинает социализироваться через виртуальную социальную сеть. Люди там имеют по три тысячи, по пять тысяч подписчиков, и для них это иллюзия, что он находится в социуме. Следующий вопрос, на самом деле, почему нам так важно выглядеть в своем лучшем свете в соцсетях? И почему вот нам хочется вот быть первыми? Мне кажется, сейчас наоборот тренд, что рассказывают о своей боли, о своих проблемах. Ну это же тоже так красиво. Боль, ну какая красивая. Да, да, да. Посмотрите, как же я страдаю. МХАТ просто пять лет на сцене. Почему мы только про соцсети? Если мы начинаем читать «Войну и мир» или Достоевского, мы начинаем читать, там же нет каких-то вещей, которые бытовуха в чистом виде. Когда мы говорим про соцсети, то человек, естественно, стремится показать себя в лучшем свете, потому что он себе кажется в лучшем свете. Мы редко себе признаемся, что мы негодяи, что мы там плохие люди. Если мы это делаем, то мы это вряд ли делаем искренне. И, конечно, мы себя продаем. Вот эта стая, которая соцсеть, она должна видеть человека, который полезен для нее, а не тот, который на выбраковку пойдет. Ну, то есть нам все-таки нужно к картинкам в соцсетях относиться не слишком серьезно. Мы должны понимать, что это все-таки такая игра в лучшую версию меня. С одной стороны, игра в лучшую версию. С другой стороны, это способ влиться в некое сообщество. С третьей стороны, это может быть реализация профессиональных каких-то моментов. И, в конце концов, это способ поддержания своего какого-то там реноме, да? Потому что тебя же смотрят не только незнакомые люди, но и друзья. И они тоже хотят быть в курсе твоей жизни, что у тебя там произошло, как ты, что ты. И зачастую социальная сеть, она начинает играть свою непосредственную роль. Собачка потерялась, кошечка потерялась. Как можно за один день отыскать собаку в современном обществе? Это же все-таки полезные вещи. Поэтому давайте не будем хаять в соцсети. Это в основном полезная вещь. А то, что люди так ей пользуются, это говорит о их тревожности и невозможности ими управлять реализацией своих собственных потребностей. Вот в чем дело. Девочки, у вас бывает такое, о чем мы говорили, вот синдром упущенных возможностей? Вам кажется, что вы где-то что-то пропустили и не поучаствовали в чем-то интересном? У меня, честно, бывает. Иногда, когда смотришь какие-то интересные паблики, сейчас очень много интересных мероприятий, какого-то контента. И да, хочется очень много что посетить. Алина? Ну да, я считаю, что нужно правильно отбирать и фильтровать информацию. Контент, который мы просматриваем, потому что иногда он так затягивает. И вот сильно мы уходим от самого я, от себя. Вот, поэтому нужно жить здесь и сейчас самому. Цели. Раз. Когда у вас есть ваши цели, то вы не будете искать все. Вы будете четко сфокусированы на своих целях, а не на том, что делают люди. Второй момент, это момент очень важный. Принцип достаточности ввести не лучшее по цене обычного. Лучшее враг хорошего. А мы говорим, а что мне достаточно? Ну и, наконец, это должны понимать, что, а, вот здесь вот со мной маркетологи вот эту штуку пытаются провернуть, провернуть, а здесь вот эту штуку, у нас осталось только две вещи. Заходишь через пять дней, у нас осталось две вещи. Все равно будет две вещи нам лежать. Надо понимать, да, конечно. Берите паузу. Если вы чувствуете, что куда-то вы начинаете влетать, особенно если это касается покупок. Неприятно осознавать, что вами манипулируют, но самое главное осознать это. Да, осознать и дать паузу. Именно синдром упущенной выгоды заставляет нас тут же навострить уши и ринуться за покупками, когда мы слышим объявления о распродажах. Это абсолютно моя история. А вот насколько близка такая схема поведения Ирине, как в ее гардеробе появляется одежда, что ей нравится и не нравится в современной моде, сейчас мы это выясним. Мой нынешний гардероб был подобран с любовью. Очень мне нравился, но это было давно, и он уже явно потерял свою актуальность и отстает от времени и требует обновления. В моем гардеробе сейчас точно не хватает юбок, блузок. Ну и я очень люблю платье, оно вообще никогда лишним не будет. Я с 2016 года перестала носить брюки, джинсы, то есть полностью из гардероба их убрала. Я не знаю. Мне они шли, мне они нравились, но потом в какой-то период времени они перестали мне нравиться. Чаще всего я раньше покупала за границей. То есть мне нравилось, чтобы из каждой поездки еще было воспоминание в виде платья, например. Онлайн вещи ни разу не заказывала пока еще. Мне кажется, это просто непременно надо примерить, посмотреть. Потом, конечно, можно их отдать обратно, но я так не люблю. Обычно я четко планирую покупки и вообще всю свою жизнь. То есть у меня все расписано четко с утра до вечера и в магазин. Я иду, зная, что мне нужна. Такая-то юбка такого-то цвета, такой-то длины. Пока я ее не найду, я оттуда не уйду. А за границей это чаще как раз покупки как удовольствие. То есть способ какой-то получить дополнительную радость от поездки. Несколько лет подряд я приходила в магазин, искала, допустим, блузку. Потом приходила домой, покупив ее, и понимала, что она точно такого же цвета, как все мои предыдущие пять. То есть вот зависаешь на каком-то цвете и несколько лет только его предпочитаешь. Потом перехожу в другую гамму и уже смотрю только ее опять же. То есть сложно перестроиться мне именно в цветовом диапазоне. Сейчас у меня период нежных, светлых тонов, даже скорее полутонов. То есть что-то бежевое, фисташковое, лимонное. То есть в современной моде мне нравится то, что она очень свободна. То есть можно объединять разные стили, смешивать, соединять и быть при этом современной. Наверное, вряд ли я на себя надену что-то абсолютно прозрачное, чтобы выйти в люди. А больше никаких экспериментов я не боюсь. Однозначно можно быть стивной и модной, не затрачивая кучу денег. Тут столько вариантов. Это и распродажи, и подарки, и своими руками, и вот в общем все что угодно. Я считаю, что, наверное, у меня есть свой стиль, но обозначить его каким-то словом я затрудняюсь. Ну, то есть не хочется же про себя сказать, что я вообще не стильная. Я, наверное, стильная. Но в каком я стиле, я не знаю. Не представляю, как в нынешних условиях при нашей-то жизни и нашем климате совсем не носить брюк. Это просто поразительно. А ведь было время, когда брюки на женщине были из разряда чего-то вон выходящего и даже скандальным. К счастью, это уже в прошлом. Однако прошлое то и дело передает нам приветы, возвращая в моду, казалось, уже забытые тренды. Или просто внедряя в наш гардероб так называемый винтаж. Слово это у всех на слуху, но не все знают, какие вещи можно по праву считать винтажными. Давайте разбираться. Итак, запоминайте. Винтажными называем вещи как минимум 30-40 летней давности. Но здесь, как и во многом, главное совсем не возраст. В винтажных вещах должен четко просматриваться модный дух времени и их создания. Это может быть платье времен 50-х годов. Это может быть мини-платье о силуэте из 60-х, джинсы-клёш из 70-х, жакет с огромными плечами из 80-х годов. Помните такие? Винтажные вещи – мощный инструмент для самовыражения. В них есть все. И небанальная для мода из масс-маркета эстетика, и ощущение преемственности поколений, и возможность отстраниться от современных тенденций, если они вам не интересны. Именно поэтому нам близка идея вписать винтажную одежду и украшения в свой текущий гардероб. А для этого стоит запомнить несколько моментов. Итак, первое. Одежда должна быть чистой, не пахнуть кладовкой. Трикотажное полотно не должно быть растянутым, а платье полинявшим. Какой бы сложной и раритетной вещь ни была, если ее физическая усталость налицо, то это серьезный повод отказаться от использования. Увы. Как носить винтаж? Главное не перестараться. Избыток ретро вещей в комплекте даст скорее ощущение чего-то старомодного, а вот имиджа фэшн-дивы вам при этом точно не видать. Выбирайте сдержанный декор. Скромная и минималистичная отделка имеет меньше шансов устареть. Избегайте явного гротеска. Гармония в линиях, пропорциях и эстетике на длинной дистанции более выигрышная стратегия, нежели сиюминутный громкий китч. Смотрите на выраженность трендов. Современная по форме база с историческими акцентами смотрится куда более стильно и свежо. Поэтому лучше взять джинсы актуальной формы и скомбинировать с винтажной кружевной блузой или, как в нашем случае, джемпером стиля хиппи. А вот старомодные джинсы с худи или свитшотом современного образца скорее провальная идея. Если же вам боязно подступиться к винтажной одежде, помните, что украшения передают дух времени еще ярче, а вписать их в повседневный наряд куда проще. Дизайнерские клипсы, броши причудливых форм, винтажные ожерелья – эти сокровища ушедших эпох отлично сочетаются с любой трендовой одеждой, выводя аутфит совершенно на другой уровень. Надеемся, что теперь вы легко и успешно будете пользоваться винтажными штучками, сделав свой гардероб еще более эффектным и заметным, а также очень индивидуальным. Мне вообще на самом деле кажется, что винтажные вещи часто обладают таким характером и такой харизмой, что не требуют апсайклинга. В отличие от вещей именно устаревших, неносимых и нелюбимых, вот они – отличный материал для переосмысления. Надеюсь, что молодые дизайнеры Алина Грабежева и Маргарита Савченко отлично справились с апсайклингом вещей Ирины, и мы отправляем их переодевать нашу героиню под громкие аплодисменты. Ирина, вы тоже отправляетесь с ними. Пожалуйста. Насколько высок был полет творческой мысли наших дизайнеров и во что он воплотился, узнаем очень скоро. Но сперва увидим, как они встретились с Ириной, о чем говорили и что решили в итоге. Алина Грабежева, Маргарита Савченко – будущие дизайнеры. Считают важным в первую очередь ориентироваться на пожелания заказчика. Уверены, что в работе нужна строгая дисциплина. Здравствуйте. Добрый день. Я Ирина. Я Маргарита. Здравствуйте, меня зовут Алина. Очень приятно. Какой силуэт в одежде вы предпочитаете? Ну, больше носите. По фигуре мне нравится, чтобы… Прилегающая. Прилегающая, но не обтягивающая, но как бы подчеркивающая все части тела. Оверсайз, свободная, мне кажется, у меня не идет, я в них как-то смешно смотрюсь. А цветовые решения какие вам больше импонируют? Светлые пастельные тона, хотя яркие я, наверное, тоже люблю. Ирина, вы готовы открывать какие-то части тела, например, ключицы, руки, колени и на сколько? Ну, если это будет эстетично смотреться, почему бы нет? Пожалуйста, декольте, руки, ноги. Все, люблю. А, например, длина платья? Ну, мне больше нравится, когда это либо до колена, либо чуть ниже колена. Длинные, в принципе, мне тоже нравятся. Короткие раньше тоже очень любила, но сейчас, мне кажется, лучше. Ограничиться чуть подлиннее. А вы бы могли рассказать о представленных вами вещами? Может быть, любимая, нелюбимая? Да, конечно. Ну, вот эту юбку я купила и не носила ни разу, по-моему, потому что оказалось, что мне не идет ни фасон, ни длина. Но ткань мне нравится. Это летнее пальто от Киры Пластининой. Я его прямо обожала и носила вообще не снимая, но мне кажется, оно слегка потеряло какой-то свой товарный вид, так скажем. Странное платье. Это два года назад я устраивала подружкам проводы в роды, такую вечеринку. То есть я была на 9 месяце беременности, и мама мне быстренько сшила вот такое вот нечто. На той вечеринке на проводах в роды хорошо смотрелось, но после этого оно вот так и лежит в шкафу два года. Ткань мне нравится, но что с этим делать дальше, я не знаю. А какую бы вещь по итогу вы бы хотели получить? Для работы, для отдыха, или какую-то повседневную, универсальную? Ну, универсально вообще было бы супер, потому что очень здорово, когда можно и на работу в этом пойти, и погулять, и иногда это неожиданно сочетается, то есть после работы вдруг я еду на какой-нибудь концерт и заезжаю домой. Если получится что-то универсальное, будет вообще замечательно. Если мы правильно вас поняли, то вы хотите вещь универсальную, но при этом, чтобы она была женственная. Да, точно. Ирина, давайте сейчас снимем с вас мерки. Хорошо. Спасибо, Ирина. Мы поняли ваш запрос. И постараемся сделать то, что вам понравится. Хорошо. Заранее спасибо. Буду ждать с нетерпением. Ирина, замечательная, солнечная, женственная девушка. У нас уже есть идеи, какие-то мысли в голове, наработки. Вещи, которые принесла Ирина, годятся для апсайлинга, и из них можно сделать какие-то новые вещи и трансформировать их. Постараемся сделать, подобрать образ подходящей Ирине, подчеркнуть ее красоту. Мы хотим, чтобы эта вещь была в первую очередь на Сибельна, выполняла все запросы Ирины и, конечно же, визуально была очень красивой. Итак, Ирина, Алина, Маргарита, мы вас ждем. Идите к нам скорее. АПЛОДИСМЕНТЫ Готово? Готово. Как интересно, да? Интересно, да. Здорово. Мне нравится. Что нравится больше всего? Как хорошо они сочетаются друг с другом. А мне очень нравится, как современный крой поддерживает романтику юбки. Правда, здорово. Алина и Маргарита, расскажите, пожалуйста, поподробнее про эти вещи. Вот откуда такая идея появилась и как она воплощалась? Ну вот смотрите, изначально мы делали акцент на запросе Ирины. Она хотела какую-то повседневную базисную одежду, в которой можно выйти на прогулку или в какой-то кафетерий. Расскажу сейчас про блузку. По всему периметру есть декоративная строчка. Также внутри у нас три пуговицы, которые поддерживают конструкцию самого изделия. И также мы придумали систему завязок, так как они симпатично смотрятся. И также сделали разрезы V-образным образом на полочке. Это очень похоже на какой-то элемент или стилизацию азиатского костюма, да? Да, да, да. Есть какие-то такие мотивы. Мы немножко, да, взяли такую, может быть, в этническую тему, ушли. А с юбками поработали, перезаложили складки, чтобы они правильно смотрелись и грамотно их сочетаем. Ну, вот цвет юбки с нашей блузкой. Также мы помним, что образ должен быть как и на работу, так и на прогулку. Ну и для путешествий тоже сгодится, на самом деле. Это очень красиво и очень здорово, то, что вы такую этническую нотку внесли, потому что Ирине, как хозяйке бюро путешествий, наверное, эта тема близка. Конечно, особенно Азия, любовь моя. Особенно Азия. Ну, угадали прямо по всем статьям, Максим, да? На огонь. Особенно по цветам, и это вот как у вас это получилось? Это же одна вещь была, или это две вещи были? Одна. Одна вещь? Вообще была изначально юбка. А-а-а. Да. И к ней в дополнение появилась блуза. Мы решили создать что-то такое необычное, и вот решили в глазочку дополнить образ. По-моему, прекрасно. Ну, это ведь можно носить и отдельно друг от друга. Конечно, конечно. Да, супер. С чем можно носить юбку, понятно, более или менее, с чем можно носить блузку с брюками, которые Ирина пока не носит. Да. Ну, вдруг она вернется к ним. Ну, вообще, на самом деле, правда, вариантов очень много. Очень здорово. Спасибо большое девушке. Мы благодарим вас от души за замечательную работу и надеемся, что мы с вами когда-нибудь поработаем снова. Ждем ваших новых успехов в дизайне. Отпускаем Алину Грабежеву и Маргариту Савченко. С ними вместе отправляется за кулисы Ирина, потому что пришло время для ее. Преображение под аплодисменты мы провожаем. Спасибо большое. Спасибо. Ирина готовится предстать перед нами и перед самой собой в образе, который для нее создала Вика. Мы уже кое-что знаем о нашей Ирине, но все еще не выяснили, что прячется в ее гардеробе. Так что смотрим, слушаем, запоминаем ценные советы нашего стилиста. Виктория Клочкова. Имидж стилист, шоппер, визажист, парикмакер, эксперт, наставник. Стилист итальянского модного дома вечерней и свадебной моды Костантина. Ведущий стилист имидж агентства Wardrobe Rehab, город Москва. Автор и ведущая мастер-классов по красоте, индивидуальному стилю и личному имиджу. Убеждена, что гардероб должен отражать гармонию внутреннего мира и выгодно подчеркивать внешнюю красоту. Ирина? Ирина. Здравствуйте. Меня зовут Вика, я стилист. И я пришла к вам для того, чтобы помочь собрать новый гардероб. Сделать его более интересным, современным и, конечно же, красивым. Хотите? Конечно, хочу. А тогда у меня единственный вопрос. Мы с вами на вы или на ты? Удобнее на ты. Прекрасно. Тогда идем, показывай мне свои вещи. Хорошо. Ира, у тебя гардероб просто как у птички калибри. Неужели тебе нужна моя помощь? Мне точно нужна помощь. Так. Что ты хочешь от своего гардероба? Ну, он уже немножко устаревший, не совсем хорошо на мне сидит. Я хочу выглядеть ухоженно. Так. Современно, стильно. Так. Хочешь, чтобы тебе доверяли ваши клиенты? Конечно, хочу. Я тебе в этом точно помогу. Но для этого нам нужно будет посмотреть все-таки на твои вещи более подробно, более пристально. И начинаем мы с тобой формировать наш гардероб в целом. И комплект всегда с низов. Низов у тебя не густо, скажу честно. Мне их уже не хватает. Но, тем не менее, работаем с тем, что у нас с тобой есть. А юбка? Я бы назвала ее «никакая», но для летнего базового гардероба это неплохая находка. Юбка, кожзам. Для летнего гардероба совершенно точно не подходит. Для твоего демисезонного, может быть, мне не нравится для тебя цвет. Увы, этот оттенок не делает тебя привлекательной, несмотря на то, что ты надеваешь его не наверх, а внизу. Конечно, это может быть частью комплекта, но выигрышно смотреться ты не будешь. А вот эта блуза мне очень нравится. Это правильный материал, это что-то легкое, это что-то приятное. Правильный оттенок белого цвета. Когда ты прикладываешь эту блузу к лицу, видно и тебя, видно и оттенок этой блузы, и выглядишь ты свежо и привлекательно. Мне кажется, ровно то, что хотят видеть от тебя твои покупатели. Мне нравится этот топ. Единственное, с чем я не согласна, ты не высокого роста, а цветы, рисунок слишком крупные для тебя. Поэтому все внимание будет перетягивать на себя именно рисунок тканей, и ты сама не будешь заметна. Плюс ко всему, чем объемнее рисунок, тем ты, как ни странно, смотришься меньше, ниже ростом. И это не тот эффект, который я на самом деле бы хотела. Это мое любимое коктейльное платье. Это твое любимое коктейльное платье. Когда неожиданно вдруг приходят гости, и намечается вечеринка там за 5 минут, все, его не нужно гладить. А оно готово. Слушай, я вот не очень хотела бы, чтобы ты выбирала вещи, по принципу не нужно гладить. Потому что таким образом мы проходим мимо хороших, качественных тканей, но приобретаем полистерные не очень качественные фактуры. Но, тем не менее, мне нравится здесь очень хороший лифт бандо. Они мало кому идут. Но если уж такие вещи садятся, она тебе уверена, такое платье садится идеально. Выглядеть ты будешь привлекательно как в тропических странах, так и на улицах нашего города. Оно тебе подходит по цвету. Оно создает эффект доверительного образа. И для тебя это крайне важно. Но для того, чтобы ты в этом платье выглядела актуально и современно, а не немножечко провинциально и старомодно, необходимо подбивать эти платья, заканчивать образ современными аксессуарами. А вот это платье, оно привлекательно само по себе. Оно сдержанно женственно-романтичное. Мне очень нравится. Да, безусловно. И этот цвет хорошо работает. Но смотри, оно слишком для тебя одноцветное. И я тебе предлагаю как раз поступить ровно наоборот. В отличие от прежнего платья, где я тебе рекомендовала брать однотонные аксессуары, здесь я тебе рекомендую взять цветные аксессуары. Тебя невероятно украшает этот оттенок голубого. Я точно скажу, давай мы встретимся с тобой в этом платье, в этом сарафане, только на пляже. Хотя, если ты мне скажешь, что и в городе я тоже так хочу ходить, я тебе отвечу. Окей, джинсовка, может быть, какой-то укороченный жакет типа болеро, может быть, белые кеды или сандалии, шляпа и какой-то красивый вискозный шарф однотонный, на тебя будет смотреться невероятно хорошо. Но само по себе это платье, этот сарафан в твой рабочий гардероб, а особенно на встрече, входить не может. Поэтому нам с тобой точно нужно посмотреть что-то более интересное, что-то более новое. Это касается в том числе и твоей обуви. Я вижу у тебя белые кеды из ткани, и за это я тебя очень хвалю. Но тем не менее, твои кеды, к сожалению, это отсылка к спорту, причем самому простому. И нам с тобой нужны кеды, белые, желательно кожаные, на хорошей платформе. Это добавит тебе роста, но самое главное, такие кеды – это элемент, это код современного городского гардероба. Но на этом наша с тобой работа не заканчивается. Я хочу предложить тебе из твоих вещей собрать образ, вот как ты видишь себя руководителем успешной, красивой компании в летнем городе. А я посмотрю, дам тебе обратную связь, возможно, что-то подкорректирую и в свою очередь создам образ так, как вижу тебя я. Согласна? Хорошо, я попробую. Тогда мы с тобой приступаем уже к новой работе. Ира, помимо того, что я вижу перед собой исключительно провинциальный старомодный образ, ты сделала все, чтобы испортить свою самую великолепную фигуру. Здесь неправильные длины. И обрати, пожалуйста, внимание, не стоит выбирать вещи, в которых твое тело как бы немножечко визуально перерезается. У тебя топ, у тебя юбка, у тебя босоножки, и все это максимально неправильно. Я предлагаю посмотреть на тот комплект, который выбрала для тебя я. Согласна? Конечно. Ира, я собрала для тебя образ, который назвала «Офис в красивом летнем городе». Юбка актуальной длины скомпенсирована правильными туфлями, а вернее цветом. Нравится ли тебе этот комплект? Ну, мне в нем очень комфортно, спокойно. Отлично. Приятно. Прекрасно. Но на этом наше с тобой сотрудничество не заканчивается. Мне точно не хватает кое-каких вещей у тебя, и мы встретимся с тобой в торговом центре, где приобретем их. И только после этого я буду уверена, что твой гардероб выдерживает конкуренцию, и ты выглядишь в нем ровно так, как ты у меня попросила. Поэтому до новых встреч. Супер. Спасибо. Супер. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Аня, хладнокровнее, ты на работе. Ну и в принципе я подозреваю, что есть ситуации, в которых даже наша Ира наденет и джинсы, и шорты. Я примерно представляю, на что ты намекаешь. Действительно, наша героиня – заядлая путешественница. Карабкаться по горам или изучать достопримечательности старинных городов, особенно с брусчатыми улочками, конечно, лучше не на каблуках и в платье. Надеюсь, наши сегодняшние гости это подтвердят. Встречаем эксперта по путешествиям Анну Стату. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Анна, на ваш взгляд, какая самая удобная одежда для путешествий? Ну, я считаю, самая удобная и самая нужная – это та, которая соответствует тем условиям, я имею в виду погодным условиям, в которые ты попал, ну и культурным или природным. Потому что, конечно, важно не только удобство с точки зрения свободы передвижения, комфорта температурного, но и, конечно, очень важно, чтобы эта одежда была просто красивой. Потому что мы же себя фотографируем, и потом смотрим на эти фотографии, придаёмся там приятным воспоминаниям, и хочется, чтобы на фоне красоты какой-то ты тоже был красивым. Ну да, красота плюс удобство – это вообще наша любимая формула, действительно. Вы заядлая путешественница, и у вас наверняка есть какие-то любимые места и любимые, может быть, путешествия. Поделитесь с нами? Ну, конечно, они есть. Это те места, куда хочется постоянно возвращаться. Каждый год езжу на сплав парикетара. В этом году у меня там был небольшой юбилей, 30-й сплав. Я фактически каждый год путешествую на Байкал. Ну и, конечно, у меня есть любимые зарубежные локации, ну, в частности, Канарские острова. Было ли в вашей жизни путешествие, которое вы можете назвать самым безумным? Ну, конечно. Это было такое экстремальное путешествие, лыжный поход на Северном Урале в январе месяце. И самое большое безумие, конечно, заключалось в том, чтобы доверить своей жизни здоровью, то есть самое ценное, что у меня есть, чужим людям. Сама заброска была уже крайне экстремальная. Это было 5 часов на снегоходе при температуре минус 35 градусов. Ну, все живы, что самое даже удивительно, здоровы. Но таких экспериментов, конечно, я больше повторять не собираюсь. Есть такие путешественники, которые хотят побывать там, где еще никто не был или где минимум туристов побывало, чтобы вот напитаться вот этими впечатлениями. Но такие маршруты достаточно сложно найти, как мне кажется. Вот можете ли вы дать пару советов вот таким путешественникам, которые хотят найти какой-то неизведанный маршрут, неизведанное место? Ну, вообще, я считаю, что Россия идеальный вариант для таких путешествий, вот уединенных, и когда ты наедине с природой находишься, в прямом смысле слова. И чтобы побольше узнать, где же такие места находятся и как туда добраться, это самое сложное, это вообще там целый квест, я, конечно, рекомендую обращаться к источникам информации Русского географического общества. То есть это сайт, это социальные сети, где как раз очень часто о таких местах идет разговор. Для меня таким местом желательным для путешествий является Якутия. То есть это самый крупный регион нашей страны и, можно сказать, что один из самых малозаселенных, поэтому там таких мест огромное количество. Вот на ваш взгляд, где должен побывать каждый путешественник? Ну, я не назову какую-то конкретную локацию, у каждого свои такие волшебные места, но главное, что должен каждый человек, это воплотить свои мечты о путешествиях в жизнь. То есть подумать о том, какую поездку, может быть, он откладывает уже много-много лет и непременно ее реализовать. Вообще откладывать надолго не самая лучшая тактика, и мы тоже вот сейчас не будем откладывать надолго появление нашей героини в студии. Очень надеюсь, что ей будет так хорошо, будто она побывала в долгом путешествии, вернулась наконец домой и вот чувствует себя максимально комфортно. Ирина, мы вас ждем. И у меня уже, по-моему, синдром. Каждый раз, когда появляется преображенная героиня, с которой мы на «ты», я начинаю обращаться к ней на «вы». А мне хочется вытянуться перед Ирой сейчас, неожиданно. Готово? Смотрим. О, знаешь ли ты эту женщину, Ир? Ну, что-то там. Да, что-то знакомое. Давайте, пока Ира знакомится с новой частью себя, я немного расскажу, почему именно такой образ. Хозяйка бюро путешествий, многодетная мама, просто очень красивая женщина. Все это мне предстояло отразить в новом образе Иры. И, собственно, центром комплекта я взяла рубашку в пастельных тонах с отсылкой к японским гравюрам. Только посмотрите. Как только я взяла эту рубашку, я поняла, что это вещь абсолютно Ирина. И лично мне даже захотелось увидеть новые места и получить новые позитивные эмоции. Что говорить уже про Иру и про ее клиентов. И в поддержку я выбрала брюки палаца, опять же, как альтернатива юбке. В таких брюках очень удобно, комфортно, но при этом женщина, скорее всего, будет ощущать себя по-прежнему очень женственной. И в целом комплект удобный, практичный для повседневной жизни, для праздничной жизни. Когда я зашел, я не узнал Ирину. Вот настолько было радикальное преображение. Вот такая разница, она разительная, она на самом деле прекрасная. И мне хочется, наверное, подчеркнуть то, что люди хотят перемен, поэтому они путешествуют, они хотят менять. В том числе. Да, ну в том числе. Они набираются впечатлений, но самое главное впечатление, наверное, которое мы можем получить, это получить впечатление от себя, от собственной трансформации, от собственных каких-то перемен. Вот это потрясающее путешествие в себя, в мир своих каких-то образов, это может быть еще одной такой гранью для вас, как для заядлой путешественницы и человека, который хочет насытиться чем-то новым. Ну, честно говоря, мы с Ириной знакомы были ранее, но я ее не сразу узнала вот в этом образе. Я сама себя не узнала. Давай начнем с этого. Да, то есть вроде бы как человек знакомый, но какой-то совершенно иной. Действительно, человек, мне кажется, преображает, когда он преображается внешне, он преображается и внутренне, да? То есть он становится как-то более уверенным, более вдохновленным. Поэтому, конечно, я вот аплодирую стилистам. Знаете, Ирина, вот когда вы рассказываете людям о том, что какая прекрасная страна, в которую вы поедете, какое прекрасное место, отнесите это к себе. Потому что то, что сейчас произошло, это слово «прекрасное» вышло на какой-то новый уровень. Пусть будет вот эта доля удивления, впечатлений от самой себя, как бывает у людей, впечатлений от каких-то поездок, путешествий или каких-то красот мира. Ирина, одно мое пожелание связано с профессиональной деятельностью, чтобы эта деятельность приносила вам как можно больше радости, как можно больше отдачи от ваших туристов, чтобы они были вам действительно благодарны за всю ту работу, которую вы для них совершаете. Второе мое пожелание касается вашей замечательной семьи, чтобы вы своей красотой привносили определенную гармонию и радость в эту семью. Ну и третье, конечно, чтобы вы вдохновлялись сами собой, своим образом, и каждый раз, глядя на себя в зеркало, пребывали в таком приподнятом состоянии, в замечательном настроении. Спасибо. Ира, я благодарю тебя за удовольствие работать с тобой, беседовать с тобой и, конечно, учиться у тебя. Спасибо, очень рада нашей встрече. И я. Ира, спасибо большое за то, что вы приняли участие в нашей программе, за то, что ты приняла участие в нашей программе. У меня теперь есть повод прийти к тебе. Я надеюсь, что ты подберешь мне замечательное путешествие. И я надеюсь, что у тебя будут только благодарные клиенты, и ты еще посетишь те места, которые еще не посетила, может быть. Или повторю то, что люблю. Или повторишь то, что любишь. Спасибо большое. Мы провожаем нашу героиню. Спасибо. 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 Спасибо всем нашим гостям и экспертам. Это был проект «Одеть надежду», где мы синдром упущенных возможностей превращаем в радость упущенных возможностей. Ни с кем не соревнуемся, не сравниваем свою жизнь с чьей-то еще. Пусть кто-то бездумно и жадно бросается получать все новые и новые впечатления, мы будем медленно смаковать каждый момент и получать от него невероятное удовольствие. Не бойтесь пропустить самое интересное. Оно происходит здесь и сейчас. Меня зовут Анна Тух. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...